Мы продолжаем нашу программу. Я хочу представить вам гостю, которая находится в нашей студии. Знакомьтесь, Жанар Шентимировна Сеединова, врач-невропатолог высшей категории Центральной городской поликлиники. Здравствуйте, Жанар. Как ваше настроение? Очень хорошее. Замечательно. Вы скажите, пожалуйста, вот мы сегодня решили поговорить об эпилепсии. Почему решили поговорить? Потому что традиционно весна-осень – это время обострения многих заболеваний, в том числе и вот этого, могу смело, наверное, сказать, грозного заболевания. Можно так сказать, что это грозное? Вообще эпилепсия – это очень, можно сказать, древнее заболевание. Оно испокон веков считается таким, как сказать, участью аристократов. Почему-то раньше её называли. Считали, что болеют ими люди голубых кровей даже. Как-то они называли раньше её падучая болезнь. То есть человек падает, естественно, это его скручивает. В общем, так и называлась она – падучая болезнь. Естественно, со временем сейчас перешёл к диагнозу эпилепсия. Очень часто встречается этот диагноз здесь у нас. Вот какими цифрами владеет вообще центральная городская поликлиника? На данный момент у нас более 100 человек на учёте состоят, которые получают льготные препараты. Ежемесячно мы их выписываем, они регулярно их пьют. Сейчас идёт тенденция к тому, что желательный очень длительный приём, может быть, даже пожизненный случай, если приступы продолжаются. Ну, давайте начнём с того, что вообще интересно. Доподлинно уже установлены всё-таки причины, истинные причины возникновения этого заболевания. Причины, конечно, если говорить так на нашем языке, то это очаг, который образуется в головном мозге, который вызывает раздражение коры, и далее большой приступ. Но мы делим истины, допустим, как бы идиопатические, которые возникают с детства, то есть причины такие могут быть. Если симптоматическая форма, то это могут быть после травм черепно-мозговых тяжёлых, или же человек перенёс и инсульт, острые нарушения кровообращения, или какой-то объёмный процесс головного мозга, может быть, он имеется, может быть, была операция по удалению опухоли, тоже часто сопровождается судорожным синдромом. То есть причин далее, которые могут привести к приступам, очень много. Наверное, больше всё-таки симптоматических форм, чем истинных форм эпилепсии. Ну а возникновение самого очага, раздражающего кору головного мозга? Это очень спорный вопрос. Это до сих пор спорный вопрос. Очень много говорят причину, сказать, что 100% именно от этого такой информации пока нет. Вот просто интересна тактика поведения тех людей, которые окружают. Вот если взять, в общем-то, какой-то сбор людей, какую-то толпу, то есть никто внешне ничем друг от друга не отличается, никто не может, может случиться приступ. Но всегда интересно, что провоцирует этот приступ? Ну, провоцировать могут даже резкий свет, допустим, или громкая музыка, допустим, или какая-то стрессовая ситуация одномоментная. То есть, ну, также, вот знаете, причины у каждого свои. И в основном пациенты, они чувствуют ауру. У каждого своя аура. Что-то начинается, может быть, головокружение, или какой-то звук, допустим, да, или музыка. Даже некоторые пациенты говорят, что перед тем, как упасть, они слышат какую-то музыку, то есть, и стараются как-то найти место, да, чтобы сесть там, чтобы как-то обезопасить себя. Но это очень короткий период, многие не успевают просто как-то обезопаситься. То есть, получается, каждого пациента каждый раз сопровождает одно и то же явление? Ну, или это, может быть, сегодня музыка, а завтра... Нет, 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 чаще всего одно и то же, но оно может быть меняться, может быть, будет меняться, да. То есть, опять-таки, это сказать, что вот всё время так будет, тоже нет. В большинстве своём сами больные, они уже предчувствуют и знают, что вот сейчас случится приступ. Не все, нет, не все предчувствуют. Может быть, абсолютно на фоне полного здоровья, то есть, человек не нервничал, ничего его не провоцировало. Хотя, вот знаете, вот, честно говоря, в данное время, насколько вот в моей практике, чаще всего нет никакой ауры. Чаще всего вот это просто абсолютно без никакого предупреждения со стороны организма возникает этот приступ. Человек со стороны тоже не может предугадать, что случится приступ? Нет. То есть, это непредсказуемо? Непредсказуемо. А что делать, когда приступ уже случился? На улице было несколько человек, да, человек упал. Ну, при том, такая ситуация, ведь никто от этого же не застрахован. Человек упал. Мы все видим и понимаем, что с ним случился приступ эпилептический. Что делать? До приезда скорой помощи как можно помочь? Ну, конечно, вызвать скорую помощь в первую очередь. Потом, до приезда скорой помощи, человека, конечно, лучше не передвигать, если, конечно, он не находится в каком-то опасном участке, да, и подложить под голову что-то мягкое, чтобы он не повредил голову опять-таки, да. И если же вдруг, допустим, человек поперхивается, голову немножко в сторону и постараться освободить ротовую полость, вот, там, платочком или чем-то, да, вытереть, чтобы он не поперхнулся, там, и так далее, да. А остальные движения, вот, раньше вот говорили, что надо ложку, там, что-то железное, там, или деревянное. Сейчас более мягкий подход к таким пациентам. Поэтому стараться лишний раз не передвигать такой пациент. Если же все-таки, вот, допустим, вы видите, что статус, да, там, когда один приступ за другим, это очень опасное состояние, может быть, остановка дыхания. Поэтому я еще раз повторю, что если вы увидели приступ, мы не можем предугадать, что это будет статус или однократно, нужно обязательно вызвать скорую помощь. Однократно это, я так понимаю, приступ, который случился, и непонятно, когда он повторится в ноль, да? Да. Статус – это состояние, когда приступ повторяется за приступом. Да, то есть несколько приступов подряд, может быть, и в результате чего человек может просто умереть от остановки дыхания. А вообще, скажите, пожалуйста, вот мы не знаем, да, если это не состояние статуса, да, а приступы просто. Вот как часто, в принципе, они могут повторяться? У каждого человека по-разному, в зависимости от того, принимает ли он сейчас какие-то антикалиптические препараты, или же, допустим, это компенсированная стадия, тогда реже, допустим. Вообще мы для чего даем препараты? Для того, чтобы человек мог в своем социуме жить, продолжать работать, учиться, то есть не чувствовать себя дефектным каким-то, да? Потому что я так понимаю, что, конечно, вылечить это состояние на сегодняшний день невозможно. Ну, мы компенсируем, образуется в головном мозге противополитический вал, который не дает распространяться очагу на другие территории мозга. Естественно, это сохраняет клетки головного мозга. То есть каждый приступ – это гибель клеток, нейронов. Которые не восстанавливаются. Восстанавливаются, но очень медленно. Хорошо, скажите, пожалуйста, эта терапия, она регулярная, постоянная? Да. Или она происходит курсами? Нет, нет, регулярно, постоянно человек принимает препараты антипилептические. У каждого пациента своя дозировка, кратность своя, да, и свой препарат. То есть препаратов на сегодняшний день очень много, и поэтому там нужна коррекция. Каждый пациент индивидуальный в этом случае. И в зависимости, какой приступ. То есть приступов очень тоже много, есть малые приступы. У кого-то, допустим, на фоне терапии большие развернутые приступы переходят в малые. То есть это тоже как-то считается компенсированным состоянием. Это тоже облегчение, да. Скажите, пожалуйста, а вообще, когда сложнее ситуация, если вот так вот взвесить просто на весах, состояние эпилепсии взрослого человека или приступы новорождённого? Или просто последствия могут быть в каком-то варианте сложнее? Сказать, что какого-то легче нет, я не могу. Просто единственное, может быть, если новорождённые, там, может быть, как-то легче будет проходить период восстановления. Наверное, там всё-таки больше плюсов. Ну и то, видите, там очень много форм детской вариации эпилепсии. Поэтому там тоже нужно делить, смотря какая форма. Есть очень тяжёлые формы детской эпилепсии, которые очень тяжело поддаются лечению. А лёгкую форму эпилепсии родители в состоянии заметить самостоятельно? То есть какие-то признаки выражены или слабо выражены признаки, их нельзя чем-то спутать? Обычно, знаете, бывают такие приступы, когда, мы говорим, малый, человек просто застывает или замирает на какие-то несколько секунд. И, в принципе, он сам ведь не помнит это состояние. То есть человек во время приступа абсолютно не помнит, как это произошло и что с ним произошло. Потом просто ему окружающие говорят, вот ты упал, у тебя вот такое случилось. То есть сам человек абсолютно не помнит. Та же ситуация с малыми приступами, да, человек просто на какие-то секунды буквально отключается. Человек может спутаться с банальным обмороком? Даже нет, он не падает в обморок, он сидит. Он может просто сидеть и на несколько секунд просто отключиться, но он будет сидеть. Может быть, будет разговаривать. Ну, каждого по-своему, да, может просто будет в окно смотреть, и люди не заметят. Может, человек задумался. То есть такие формы, конечно, реже замечаются там родителями окружающими. Естественно, если это состояние не лечится потом, постепенно это всё происходит всё чаще и чаще, естественно, родители замечают. Говорят, мой ребёнок замирает, я к нему обращаюсь, он меня абсолютно не слышит. То есть на какие-то доли секунды, но это происходит там вот так-то, вот так-то. То есть часто, допустим, да. В этот момент они обращаются к врачу, да, за лечением, мы проводим обследование. Ну, время здесь тоже, да, играет важную роль? Чем раньше обратился родитель, тем больше вероятность, что помогут ребёнку. Да, это очень важный момент. Бывает, что, допустим, какое-то образование в головном мозге у ребёнка, допустим, ну, не совсем, допустим, маленькое, может, 15-16 лет, сейчас тоже, видите, объёмные процессы, вот можно сказать, помолодели. То есть после состояние улучшается, то есть приступов становится реже или, может быть, абсолютно, они постепенно исчезают. То есть причина, опять-таки, важна причина. А за много лет до того, как у человека, взрослого человека, на каком-то фоне появился, но не приобретённый, не после заболевания или какой-то ситуации ДТП, предположим, да, или какой-то просто травмы, какие-то болевые ощущения, болит голова, кружится голова, вот что-то такое человек может, если проанализирует, да, и поймёт, что в течение определённого времени все эти признаки имели место быть, и просто вот к чему привели. Возможно, да, потому что мы собираем анамнез у таких пациентов, которые к нам обращаются, и спрашиваем, естественно, какие, может быть, вы заболевания перенесли ранее, да, не лечились, допустим. Бывает, что очень многие переносят, особенно мужчины, при драках, да, при ДТП, травмы головного мозга, и абсолютно не лечатся, ну, там ничего страшного как бы не произошло, всё прошло, да, и со временем обращаются к врачу только потому, что появились приступы. Вот что касается лечения, народная медицина здесь вообще никак? Ну, конечно, нет. В данном случае, я думаю, вряд ли что-то поможет. То есть традиционная медицина и только? Ну, есть ведь результаты, понимаете, приступов становится меньше. Человек может адаптироваться в своей социальной среде и продолжать работать. У нас очень много таких пациентов на работе, допустим, даже не знают. Или даже, может быть, у нас очень много случаев, когда молодые девушки выходят замуж, и в их новых семьях, допустим, не знают, что девочки, допустим, болеют, да? А это вот такое положение врача охранить эту тайну о пациенте? Или это проблема всё-таки общества? Потому что многие больные эпилепсией, вот именно страдают-то не столько от самого заболевания, сколько от отношения общественности к ним. Да, ну, конечно, мы рекомендуем этим девочкам всё-таки сказать, потому что если вдруг понадобится помощь, то люди не знают, как вот помочь этому человеку, да? Я всегда, например, говорю своим пациентам, что желательно сказать, то есть супругу, там, свекрови, допустим, да? Ну, если тебя человек воспринимает такой какой-то, естественно, он и с твоими проблемами тоже, да? Это очень важный момент, потому что далее уже вы планируете ребёнка и так далее. Во время беременности тактика лечения имеется своя, да? То есть после родов, всё это моменты, которые должны обсуждаться и в семье тоже. Это очень важный момент. Это поддержка моральная к тому же. А наследственность? Вот мама, которая страдает этим заболеванием, может ли она гродить? Нет, это не стопроцентно. Нет, это не стопроцентно. Сказать, что вот... Ну, конечно, мы всегда спрашиваем. Процент вероятности в любом случае любого заболевания есть, правильно? В том числе эпилепсия. Ну, и я хочу сказать, что вот из тех пациентов, которые у меня были, я не видела, что вот ребёнку передалось. Ну, хотя, конечно, есть такие случаи. А может быть, просто в этот период маме стоит более внимательно снести своему здоровью, в том числе к приёму препаратов, которые... Да, желательно. Желательно вот этот момент, да, потому что многие беременные, они перестают принимать во время беременности противопилические препараты, да. Чего мотивируют? Бояться нельзя? Ну, бояться, что... Повредит ребёнок. Навредят, да, ребёнку, хотя мы вот, видите, каждый момент индивидуальный. Мы снижаем дозировку, стараемся как-то в щадящем режиме вести эту беременную, да. Ну, полностью отменять вот так резко препарат ни в коем случае нельзя. Всегда мы постепенно тетруем. Даже если когда мы заменяем препарат, мы делаем тетравание. То есть так вот одномоментно ни в коем случае нельзя пропускать. Если вам доктор назначил препарат, то это ежедневный приём. Ну, вот в последнее время светило медицины заявляет о том, что и рак будет лечиться одним уколом, и, в общем-то, какие-то супервакцины создаются. Не предвидится на горизонте создание чудо-препарата от этого заболевания? Ну, сейчас у нас появляются новые препараты, которые очень хорошо работают. Мы, в принципе, очень рады сейчас появляться новые препараты. Я сейчас не хочу, конечно, говорить там название. Надеемся, что в дальнейшем всё так же будет хорошо, и у нас будут появляться новые препараты, которые будут меньше побочных каких-то явлений. Медицина идёт вперёд, и, в принципе, мы рады. Мы рады помочь нашим пациентам. Если нам будет такая возможность, будут выдавать эти препараты новые бесплатные, мы будем лечить пациента. Будет ещё лучше. Да, будет очень хорошо. Спасибо вам огромное за интересную беседу, за то, что нашли время. Я благодарю вас и желаю здоровья вам и всем вашим пациентам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам.